Что общего у Скотти из Стартрека и Ночного Змея из Людей Икс? У них обоих милейшие акценты, выразительный внешний вид, а также они оба умеют телепортироваться. В реальности же, телепортация считается физически невозможной, или как минимум считалась, пока кое-кому это не удалось. Я Ростиворн, и я всегда хотел уметь телепортироваться. Мне хотелось моментально перемещаться на огромные расстояния, появляться из ниоткуда, приводя в замешательство моих противников, и без усилий избегать смертельные ловушки. Моим любимым человеком Икс всегда был Ночной Змей, из-за того, что он выглядел круче всех, и его беззаботного раздолбайского поведения, а также потому, что у него была одна из крутейших суперспособностей. Телепортация — это возможность переместиться из одного места в другое, не преодолевая физическое расстояние между ними. Научная фантастика описала множество способов достичь этого. Ночной Змей телепортируется, путешествуя сквозь другие измерения, но я хочу поговорить о способе, который больше всего подходит нам. В Стартреке телепортация осуществляется посредством разборки объекта в одном месте и сборки его в другом. В продолжении почти всего 20-го столетия это считалось невозможным, из-за принципа неопределенности Гейзенберга. Нет, не этого. Вот этого. Он был одним из основоположников квантовой механики. Его принцип неопределенности гласит, что мы не можем измерить кванты, мельчайшее количество физической величины, не разрушая их. Другими словами, любая попытка измерить что-то настолько изменит его, что оно перестанет быть самим собой, и еще до того, как мы получим все данные, это сделало телепортацию невозможной. Мы не могли бы собрать объект, не отсканировав его, чтобы понять его структуру, но само сканирование изменит объект еще до того, как мы получим всю необходимую информацию. Так что мы застряли, пока в 1993 году шести неимоверно привлекательным суперученым не удалось придумать способ обойти эту проблему. Они использовали феномен квантовой запутанности. Когда квантовое состояние двух или больше объектов становится запутанным, воздействие на один объект автоматически влияет и на другие. Это действует, даже когда запутанные объекты разделены и помещены на огромные расстояния друг от друга. Эйнштейн называл это жутким воздействием на расстоянии. Он так говорил, потому что не был большим фанатом квантовой механики, да и вообще не верил в квантовую запутанность. Несмотря на это, годы шли, и теория была экспериментально доказана множество раз. В 1998 году, используя квантовую запутанность, ученым удалось телепортировать фотон на расстояние в один метр. Но есть одна маленькая проблемка, о которой я очень скоро расскажу. В Стартреке комната транспортировки сканирует человека, расщепляет его на части, переносит в другое место и собирает их там. В квантовой телепортации есть одна существенная разница. Вот что происходит. Вы берете три частицы А, Б и С. Если вы хотите телепортировать частицу А, вам сначала надо запутать частицы Б и С. Затем отделить С и разместить ее там, где вы хотите, чтобы появилась А. После чего нужно запутать А и Б и просканировать их вместе, что изменит их. Таким образом, вы получите некоторое количество информации, но не всю, из-за принципа неопределенности. Остальную информацию можно найти в частице С, потому что когда А воздействовала на Б, она также влияла на С, запутанную с Б. Так что, чтобы получить всю информацию А, вам необходимо переместить всю полученную информацию в С, что делает ее точной копией частицы А. Вы поняли основную разницу между квантовой телепортацией и Стартреком? В квантовой телепортации оригинал разрушается и создается его копия. Так что вы будете умирать и возрождаться, скорее всего, со всей вашей памятью и опытом при каждой телепортации. С 1998 года ученые продолжают улучшать наши технологии телепортации. Теперь мы можем работать с группами атомов и телепортировать их на расстояния, позволяющие достичь спутников на орбите. И в 2009-м доктор Ромеро Айсер предложил способ телепортировать вирус. Он пока этого не сделал, но доказал, что это теоретически возможно. Пока мы работали с несколькими атомами, но человеческое тело состоит из 10 в 28 степени атомов, и это очень много. Студенты из Университета Лестера подсчитали, что телепортация человека в космос со скоростью передачи спутников займет 485 квадриллионов лет. Это в 300 тысяч раз дольше, чем вся история Вселенной. Они приняли во внимание не только генетический код человека. Большинство информации находится тут. Все воспоминания и знания, которые делают вас с вами, делают это таким тяжелым заданием. В общем, нам еще очень далеко до телепортации человека. Но несмотря на то, что это очень непрактично, физики согласны, что это теоретически возможно. И это уже большой шаг по сравнению с 20 годами ранее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды. А также посмотрите несколько предыдущих. И не забудьте сказать мне, какую суперсилу хотите вы. I'm out. Exactly as I planned.